Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас от Дома культуры города-курорта Анапы. Сегодня я здесь находился на мероприятии, посвященном отчету главы города Анапы, о проведенной работе за год. У нас были там и председатель ЗСК, и от Анапы депутаты, которые там были. Отчитывался наш мэр о том, какие работы были администрацией проведены. То есть построены школы, спортплощадки, все остальное. Об этом все написал в нашем телевизорном канале под первым постом в описании. Там это все. Если не просили сразу же, там Юра, ты вот там, веришь. То есть я верю в то, что я вижу. И школы у нас появились, детские сады появились. Именно в том количестве, в котором они были озвучены. Также появляются спортивные площадки, о которых мы еще пару лет назад ходили с Ярославом по набережной, просто мечтали. Сейчас есть. То есть она поменяется, действительно работа ведется. Если вы чем-то еще недовольны в Анапе, пишите в комментариях. Но я вам хочу сказать, как человек, который мониторит постоянно соцсети, раньше недовольных людей было гораздо больше. И практически каждый день писали о том, что здесь вот все плохо, тут все плохо. Сейчас это становится все меньше. По крайней мере, будем надеяться, что и те косяки, которые сейчас происходят, будут в дальнейшем решаться. И дальше будет наш курорт развиваться. Направленности для местного жительства здесь, да, и для местных жителей. И также, самое главное, для наших дорогих отдыхающих, которые сюда приезжают. Ну, из того, что запомнилось, что у нас бюджет города планировали 6 миллионов всем, а у нас уже 11, не миллионов, а вообще миллиардов рублей. Это, на самом деле, очень круто. Причем 8 миллиардов из них тратится именно на социальное развитие. Ну, пишите, чувствуется это или нет. А сегодня мы находимся на улице Грибинской, пересечение сзади с улицы Крымской. И прогуляемся вместе с вами до моря. Ну, вот, секундочку вам, что там в зале вообще происходило, посмотрите на обстановку. Нам надо стать, как никогда, сплоченными и сильными для общего и самого важного дела. Вместе обеспечивать стабильную работу всех городских систем. Людей здесь было очень много, все представительство, в принципе, анапы, так сказать, тех людей, которые за любую сферу ответственны, что, на самом деле, как бы, очень хорошо было, интересно пообщаться, как узнают всех остальных дней, и обо всем остальном. Вот наш главный депутат. На секундочку, можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Назад, что ли? Передаю всем привет, поздравь всех с началом сезона курортного. Я всех поздравляю с вот таким вот прекрасным теплым днем. Как вы видите, Юра уже в маечке, я пока еще не могу себе это позволить, но очень хочу. Поэтому приезжайте к нам в Анапу, у нас хорошо, тепло, солнечно, и тут добрые люди. Дай бог, чтобы так и было, да. Все, я побежал, все хорошо. Так, самозавтом пообщались. Очень приятно, что такие действительно люди окружают нас. О его работе буквально тоже много чего рассказать. Человек делает очень много и для округа, в котором избирался, и тротуары там в них появляются, и места, где ведет бизнес свой, тоже, как бы, делают очень много интересного. Посмотрите, насколько Анапа наполнена людьми. У нас постепенно распускаются деревья. В общем, красота, куда ни посмотри. Здесь какое-то строительство идет, поэтому немножко перекрыта дорога. Улица Терского, впереди будет улица Горьба. Осталось, как бы, немножечко здесь до моря. Птички поют о потанах, листики распускаются. Я, наверное, как самый главный критик, она получила в комментариях сразу же от подписчиков вопрос, там, задать тот вопрос, задать этот вопрос. Формат мероприятия, который там происходил, был именно отчет. То есть, говорили, вот мы то-то сделали. И вот реально, знаете, то, что понравилось мне, то, что действительно озвучилось, без всякого пафоса, там, накидывание того, что, как говорится, нас любят очень много, что мы тут все сделали, это за счет жителей. Действительно, то, что было сделано именно от Анапы. Единственное, сразу про дорогу, объездную, нам сказали в комментариях, мои подписчики, что это федеральный бюджет улицы Горького. Вам, друзья, тоже красота. Зеленеют деревья, она реально преображается. Все больше людей с голыми частями тела встречается, девушка в шортиках. Но пока еще многие боятся, потому что не верят, что такая погода. И вот приходят в куртках, потому что те девушки идут и раздеваются. Хотелось бы, чтобы, наверное, как можно больше у нас с вами было именно разнообразных мест притяжения в Анапе, чтобы людям было чем заниматься. Потому что сейчас, когда разговор идет, ну, что вам посмотреть в Анапе? У нас вот сразу так на скидку это 800 ступеней, Ласточкино гнезда, Кипарисовое озеро, Большой Триш и Бугасская коса. Все достопримечательности. Под самой Анапе можно там поющие фонтаны, алые паруса, белая шляпа, маяк. То есть тебе хочется, чтобы, ой, а вы знаете, вам, наверное, и отдыха вам не хватит, чтобы приехать и все посмотреть. Чтобы действительно было очень много интересных зон, чтобы каждый предприниматель, который занимается бизнесом, создавали их на местах своей работы. И всего этого становилось каждым годом только больше, больше и больше. Кстати, хотелось попросить, дорогие друзья, в описании есть ссылочки. Канал YouTube 2, в котором я каждый вечер уже, до речи по утрам, в тех по вечерам купаюсь в море, выкладываю сюжеты, видео, подписывайтесь. Юрий Озаровский, Анапа. Он как и резервный канал. И вот сейчас там купания появляются, потому что я уже прям в удовольствие на закате езжу, купаюсь, в море тепло. И есть Яндекс.Зн. Юрий Озаровский, группа ВКонтакте Юрий Озаровский с галочкой. Подпишитесь, пожалуйста. Буду везде вас рад видеть, особенно в Телеграм-канале. Спасибо всем за вашу подписочку. Здесь мы можем увидеть, друзья мои, что тоже ведется у нас какая-то реконструкция. Стратегистом не могу назвать, но реконструкция могут будут обливать бетоном. Все это сверху как-то зафиксировать. Очень интересная ситуация. Здесь, единственное, бесплатная парковка в зиму, но в дальнейшем она станет тоже платной. Работают у нас уже точки продажи разнообразных товаров летнего ассортимента. И уже наши дороги отдыхающих атакуют в полной мере. С правой стороны мы можем увидеть, тоже открываются магазинчики. Потом же Чебовещины готовятся открытия. Вот интересная парковка для транспортных средств. Поставили специально такие столбики, чтобы они не парковались, не перекрывали движения по полосам. Тоже разный короткий ассортимент у нас. Но не получается их победить. И все равно находятся те, кто вот так вот паркуется. Дети шортов, маечка. То есть я не один такой, если что, дорогие мои. Работают в Бургер Кинг. Люди уже пользуются непосредственно уличной территорией. Я, наверное, на обратном пути возьму себе кофеечек. Пока буду думать, как отсюда убраться в сторону дома. Потому что приехать в крещение было без машины. Так как когда собираются в одном месте в Анапе, так сказать, жители курорта практически, то машины мест парковки в ближайшие кварталы найти будет очень сложно. Поэтому я добрался без транспортного средства. Обратно же будем, а может, пешочком прогулять. Погода шикарная. Единственное, хочется как можно быстрее выпустить вам этот видеосюжет. Из страшных событий хотелось бы рассказать вам, показать фотографии о том, как у нас нашли в Благовещенской бомбу на пляже. То есть человек просто прогуливался, тут бац, вам, мина лежит. Ну, ее обезвредили. Все хорошо, вывезли в безопасное место. И наши специалисты решили все эти вопросы. О, смотрите, в пальму. Я не помню, были раньше тут пальмы или не были. Ну, теперь здесь будут пальмы в катках. Ставят их здесь тоже. Большой плюс такой, симпатичный. То есть пальмы все-таки начинают постепенно размножаться и приживаться в нашем любимом городе Анапа. Золотой пляж, наш аквапарк. Лучший, я считаю, на Черноморском побережье. Если готовы со мной спорить, пишите об этом в комментариях. В общем, эхо войны у нас, дорогие друзья. Будем надеяться, что его будет как можно меньше. Вот еще наши люди пошли. Как приятно встречать подписчиков, здороваться. Ах, красота. Ну, а мы двигаемся уже дальше, дорогие друзья, с вами, чтобы дойти непосредственно до моря. И как можно больше интересной информации вам дать. Чтобы приехать в Анапу, надо уже искать варианты транспортных. Пишите о том, на чем вы приедете. Сегодня я выпускал отдельный видеосюжет о том, что у нас самолеты считают, что полетят только к 29-му году. Это именно зарубежные компании пишут об этом. Поэтому уже обдумывайте ваши пути доставки своих прекрасных тел на наши пляжи сейчас. Она получила место для отдыха, я так считаю. И уверен в этом на все 100%. Поэтому приезжайте, будем всем абсолютно рады. Вот девушка стоит, смотрит менюшку. Открылась здесь летняя зона в кофе. Слушайте, здесь так смотришь, как будто уже лето. Все работает. Везде люди. Красота. Отправляемся дальше. Большие подсъемочки для нашего телеграма. Мой голос, на который вас призывал подписаться. Шашвычок жарит мужичок. В общем, слушайте, друзья. Запах сезона в полной мере. С таким количеством людей. И эмоции, конечно же, тоже летние. Только единственное, мне не нравится мой вид одежды, в котором я сейчас нахожусь. Потому что хотелось быть в шортах и шлепанцах в такую погоду. У нас обещают небольшое понижение температуры. Ну, вроде как, должно быть незначительное. Здесь вот переделывают полностью, там плитку поменяли, еще какие-то будут изменения. Вот Грек-стрит. Уже поставили тоже столики на улице. И, здравствуй, центральный пляж Анапа. Все никак не появится. Здесь надпись. Но надеемся, что в дальнейшем оно обновится. По крайней мере, мы это очень ждем. Не выходной день, друзья. Это просто город Анапа. Именно ждет своих гостей. Их уже приехало очень много. Первого мая у нас будут готовы все пляжные территории. И люди будут уже здесь официально отдыхать. Смотрите, как все заняты. Площадка вот эта детская прям сверхпопулярна. Постоянно прихожу, ни разу не видел, чтобы она была пустая. В любую погоду, мне кажется, по ночам даже дети катаются. Красота. Слушайте, какая красота. Все лавочки позаняты людьми. То есть, сколько их сюда приходит. С левой стороны вижу, как уже загорают наши дорогие туристы. И не только. Здравствуйте. Очень приятно встречать и тех, кто меня знает. Прям от души об этом говорю. И выходим на самое известное место. Центральный пляж Анапа, Польца Рябинского. Так, один мужчина. Вот, смотрите, сидит, загорает. Большущее количество людей. Вот другой мужчина загорает. О, первая девушка вон в стринге, я уже вижу. Куда-то я не туда пошел. Ноги остановите меня. Они сами туда идут. Не знаю, что делать, ребята. Ладно, не пойдем. Я сдержусь. Ну, и надпись «Море в море. Красота». Слушайте, ну, прям шикарнейшая погода. О, там купающийся и лебедь есть. Все-таки пойдем опять девушке в стрингах. Чуть-чуть посмотрим, как у нее тут отдых проходит. Ну, о чем можно мечтать, когда ты умеешь возможность приезжать в Анапу и загорать. О, купальник уже одевает, девушка. Жалко. Такие кадры, такие кадры. Ну, первые стринги detected, это уже хорошо. Красота, красота. Я ничего не визжел. Так, иду, иди, что здесь смотрю. Контрасты, да? Кто-то в шубах, а кто-то уже в купальниках загорает. Кстати, все пляжи почти уже повыставляли свои навесы. По-моему, мне кажется, что ставят навесики подальше, и это очень хорошо. Мы пришли к лебедям. Здесь чуть-чуть водоросли возле берега имеются. Лебеди такие... Вожак ищет где поесть. Классно. Там группа отбилась. Слушайте, ну сколько людей. Я в восторге. Можно еще немножко погулять по нашим пляжикам, посмотреть по сторонам. Думаю, дойти до речки Анапки. Заодно прочувствовать всю атмосферу подготовки к сезону. Я для вас уже водичку подснял. И хочется, чтобы получилось у вас, вот именно в ваших городах, появилось желание. Получилось, появилось, и вы взяли такие и приехали нам на отдых. Именно за получением всего удовольствия и спектра счастья, которое здесь у нас есть в полном объеме. Смотришь на людей, кто чем занимается. Ну, первые такие, знаете, попытки именно находиться на пляжах, на море, они уже есть. Только что наблюдал при большом приближении, как девушка купалась в море, зашла и быстро вышла. Я купаюсь от души. Вон, кстати, парень на Сапе пошел по водичке. Очень классно смотрятся люди, которые прям уже лезут в море и ничего с этим сделать не могут. Потому что, ну, хочется, ну, что делать. Вот море такое классное, великолепное. И в него просто тянет. Вот я точно такой же. Сейчас дома дела поделываю и приеду купаться на пляже, на море. Тем более, все равно водичка где чистейшая. Сюда так и тянет. Пока нету большого количества людей, она именно такая. В Анапской бухте можно купаться. Там у нас, смотрите, пока мужчина заходит в море, посмотрим, как происходит подготовка перса непосредственно к летнему сезону. Кому-то, может, не нравится Анапская побережья, кому-то, может, наоборот, тем, что далеко приходится идти, чтобы нырнуть. Это за счет того, что сюда привозят постоянно в бухту песок. Как раз таки, раньше-то был обычный речной, сейчас сюда завозили наш песок непосредственно, который сиден. И вот человек уже ушел далеко и только набирает поезд. С другой стороны, для детей это самое идеальное место, друзья мои. Все, искупался и можно обратно уходить. Ну, так он это смачно сделалось. Я думаю, может быть, махнуть рукой, пойти купаться уже сегодня. С одной стороны, жалко, что нету солнца. С другой стороны, хорошо, что нету солнца, потому что с солнцем было бы здесь сейчас вообще невыносимо. Потому что и так очень тепло. Можете видеть, как ребята сейчас подготавливают настилы для того, чтобы потом пешочком ходить. Выставляют навесы уже сейчас, чтобы 1 мая все это открыть. Ну, фантастика ведь, друзья, и просто невероятное количество людей. Это не выходной. Я же говорю, что она постановится практически круглогодичным курортом. И люди здесь гуляют уже на постоянной основе. И раньше это большая редкость была встретить тут-то, кого-то именно вне сезона. Здравствуйте. Здравствуйте. Подписывайтесь, кто в области. Очень приятно. Я вам подписана уже, наверное, с самого начала. Это прекрасно. Как зовут? Я Алла зовут. Вы у нас на отдыхе или живете? Нет, мы приехали сюда по делам пока что. Я даже не могу. Я шла и мечтала об этом. Вы не представляете, думаю, вот бы Юру встретить Азаровского. Как бы было здорово. Как приятно. Мечты сбываются. Юра, спасибо вам за вашу работу. А вам спасибо, что приехали в Анапа. От души, что смотрите. Все хорошо. И счастливый я. Вообще так приятно слушать приятные слова. Спасибо. С таких моментов складывается все впечатления. Дети играют в песочнице. Вот эта женщина только что купалась в море. У нее надо бы спросить, наверное, как водичка. Тоже, видите, уже в купальничках. Идеально. И детей много. Вот лучшая возможность проведения времени в Анапе. Это купание, это наслаждение всеми этими моментами. О, пойдем посмотрим. Там у нас в волейбол играют люди. И пирс у нас под ремонтом. Постановят, честно? Не знаю. Ну, хорошо. С пирса у нас уже не пускают так-то на них заходить. Но работают разнообразные средства водного развлечения. Только для этого они, в принципе, здесь нужны подводный охотник, либо подводный искатель. Здесь рядышком с пирсом ищут что-то. Ну, и тоже девушки с винчиком. Шикарно. Ваше здоровье. Шикарно. Просто не придумать очень. Смотрите, два корабля у нас ходят по морю. Прям друг за другом. Я уже долго за ними наблюдаю. Сколько гуляю, интересно, конечно, что они ищут. Большое количество волейбольных площадок находится именно в этом месте. Даже есть свободный. То есть, если вы хотите прийти поиграть, то никто особо и против не будет. Тут собираются целые большущие команды для игры. Любители пляжного волейбола. Город Анапы. И вот вам, пожалуйста, пенсия. Лучший, лучший вариант для того, чтобы наслаждаться этими моментами. Там дальше молодежь отдельно, отдельно. Там другие мужчины. У всех своя площадка, у всех свои занятия. Крутяк. Видите, подача есть. И оп, как зашел, слушайте, еще и красиво, как играют, а? Прям не смотришь. Ах. В общем, сезон идет уже потихонечку. Анапский пляж тому прям конкретное подтверждение. Я думаю, что видео получилось неожиданно, очень интересно. Ну, вот нам осталось, что еще для счастья. Найти невесту, которая тут ходит по пляжу. Жениха ищет. А где же ты мой суженый, ряженый жених? Ну, пока не приехали еще, подожди, кажется, немножко. Скоро все будет. Тут самое главное подснять правильное видео в телегу. Так, друзья, на пляже Анапы невеста потеряла жениха. Где же ты суженый, ряженый? Еще до сих пор не приехали. Это прям печалька. Да, я думаю, что обязательно в скором времени появятся они здесь. А где жених? Где еще? Ну, где? Где? Где же ты жених? Вот это самое важное, самое главное. Ну, молодцы, девчонки. Красивые фотографии получаются. Можно и нужно даже фоткаться без жениха. Да, мужики? Говорят, что бы не беспокоили. Какое море здесь чистое. Где водичка, просто фантастика. Ой! Главное, что бы тебя нанеснуло. Идешь, смотришь. Такая красотища. Самое главное, что теплое. От нее, знаете, уже не идет холодом. Ну, то есть температура где-то под 16 градусов. Я примерно дома вечером узнаем. Замерю, когда приду купаться. Есть ощущение, что все на пляж пришли поесть. Все что-то едят. Она вкусная, прекрасная. С детьми великолепно. Красота. Что-то нашел там парнище. Ну, речка на пляже. Опять соединились в море. Значит, больше здесь ничего возить не будут. Это хорошо. Все. И теперь у нас снова впадает. Ну, с другой стороны, это плохо для водоема. Потому что в Анапке очень много иловых вод. Потому что там камыши, растения разнообразные. Они гниют. И потом, как и черное пятно, ходит море. Сверху смотрится вообще печально. Пока не можем летать. Поэтому вас пугать тоже не будем. С той стороны у нас тоже появился большой такой комплекс для того, чтобы лазать, тренироваться. Ну и здесь вот. Анапка, наконец-то, впадает в море. Красота. Дорогие друзья. И великолепие этих мест не могут не радовать. И не, как говорится, вызывать жевание на ваш приезд. Погидаем пляж в речке Анапке. Я решил пройти через Фатини. Посмотреть, что здесь работает. И вам покажу. Смотрите, друзья мои. Лазалки с этой стороны. С той стороны я подходил поближе. То есть, не тренажеров для, так сказать, преодоления всяких разных участков. Очень много. Интересно, конечно, как все это должно работать. Надо будет набрать физическую форму. Хорошие пойти попробовать. Ну, здесь уже, смотрите. Проложена тротуарная такая дощечка. По которой можно выходить на пляжи. Довольно-таки удобно. Можно же подъезжать по-быстрому велосипедике. Надо выбрать место, куда сегодня пойти искупаться вечером. Я не знаю, просто во сколько будет этот видеосюжет. Так бы я у вас уже поинтересовался. Но очень-очень хорошо. И выходим на улицу Набережная, которая у нас как раз-таки от реки Анапка и начинается. И идет вдоль севого берега Анапы. Прогулочные зоны. Уже продают разнообразные сувениры. Людей тоже очень много. Много отдыхающих. И не только. И здесь, дорогие друзья наши, просто красота. Все пользуется популярностью. Здесь, кстати, одни из самых дешевых закусок на пляже. И вкусное кофе недорогое. Растворимое. А здесь у нас знаментища. Скульптура, называющаяся Анапский отдыхающий. Если потрогать у него мизинчик, загадайте желание. Оно обязательно сбудется. Обычно загадывают, чтобы у мужа стоял буй и деньги плыли. Ну, как-то вот что-то в таком духе, я точно не знаю. Ох, какие маки красивые. В общем, девчонки, говорите, о чем вы мечтаете, чего загадываете. Будет интересно узнать ваше мнение. Но пока можно полюбоваться набережной Анапы на цветы и на речку Анапку. Красиво. Особенно, когда водичка гладкая, блестит. С этой стороны пообирали полностью все торговые ряды. Здесь стало так свободно, классно, прекрасно прогуливаться. Идешь себе, удовольствие получаешь. Красота. Много лет люди жалуются, что здесь постоянно мусор. В этом году, видите, выкрашено это место. То есть спокойно пришел, смотришь, красиво, хорошо. Никаких претензий быть не может. Здесь у нас есть тоже знаменитые анапские бегемотики. Когда дети на них фотографируются, говорят, у них потом не болят животики. Так что обязательно приходите сделать красивую фотографию. Это будет очень важно. Вот видите, уже сел, все. Животик болеть не будет. Гарантию даю. Песели наши тоже сидят, грустят. Ну и торговля уже идет в полном объеме, дорогие друзья. Здесь у нас поливают сосенки. Приводят в порядок нашу набережную. Идет окрашивание заборов. Слушайте, ну, великолепно. Анапа готовится к сезону 2023 года. Готовится к тому, чтобы принять рекордное количество туристов. По-моему, 4,6 миллиона приехало и отдохнуло за прошлый год в Анапе. Это очень внушительная цифра. Конечно, в лучшие года было больше. У нас там уже что-то под 6 миллионов заходили. Но все равно хорошо. Ловись, рыбка большая, маленькая. Рыбаки здесь ждут поклевки. Каждое, в общем, свое удовольствие в нашей любимой Анапе. Какая красота, друзья. Идешь чисто, убрано, великолепно. У нас город действительно реагирует на все соцсети. Если где-то пишет что-то плохо, где-то практически всегда сразу решают все проблемы, чтобы у людей были только позитивные эмоции. Ну что, все соцсети мониторятся и смотрят за тем, как люди относятся вообще к работе, администрации разных. Этому знаю не понаслышке. Общался с ребятами, которые этим занимаются. Здесь у нас по краям, в общем, работа у них там поставлена на должном влажном уровне. С правой стороны у нас островок. Тут место тоже довольно-таки колоритное, интересное. Тут кусты были какие-то, исчезли полностью. Все-таки надо, чтобы было видно со стороны. Ну, деревья есть и высажен здесь у нас можжевельник. Называется казачий. Он вьюн. Обещали, кстати, вот все такие рыжие, ржавые, их называют, деревья, позаменить, чтобы все было хорошо. Здесь деревья дают достаточно много тени. Единственное, что мне нравятся, эти провода. С той стороны срубили полностью все тополя. И постравили варечки такие, магазинчики. Ну, могу сказать, что они симпатично смотрятся, но это не отменяет тот факт того, что с той стороны вообще ни одной деревни осталось. Только металл и бетон. Это очень плохо, я считаю. Надо как-то делать все-таки еще и какие-то зеленые насаждения. Вот с этой стороны все еще немного неплохо смотрится. Так, дорогие мои, смело пишите, что в Анапе 24, в море мне позвонили, сказали 15. Ребята, всех рад вас встречать. В нашем городе будете рядышком. Обязательно здоровайтесь, передавайте приветы. Я вам благодарен, что вы проводите это время со мной. Просто вот дальше я могу идти рассказывать, показывать все, но что-то превращаться в прямую трансляцию. Уже надо писать это видео в режиме прямой трансляции. Они у нас происходят в субботу-воскресенье на этом канале. И немножко на втором канале, который вас призвал подписываться. Надеюсь, что информация была интересная, полезная. Напишите в комментариях, о чем вы бы еще хотели узнать об Анапе. Я с удовольствием вам расскажу и покажу, потому что я всю жизнь здесь живу, а не зная все полностью, не понаслышке, а, как говорится, из личного опыта. Вот, видите, тут уже раскрывают новые территории. В общем, в дальнейшем я надеюсь, что видео будет становиться потепенно больше, они будут более разнообразные, и вам будет все интереснее, и все вокруг прекрасно. Еще раз вас крепко обнимаю, дарю вам море, и до встречи в следующем видео. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok